Кубань в этом году богата на урожай. Удачно прошел и сбор винограда, так что молодое вино готово к дегустации. Свои сорта на суд зрителей «Формулы-1» представили 11 предприятий края. Впервые они показаны публике именно здесь. И мы поддержали аутентичность этой «Формулы-1» на российской земле, именно кубанские винодели. За все время нас посетило более 25 тысяч человек. Самые прекрасные отзывы. Именно гости спортивного праздника стали народными дегустаторами и путем голосования определили лучшее вино из лучших. Итак, я называю эту компанию. Запомните ее. Они в этом году сделали лучшее молодое вино. Итак, внимание, это компания «Мыс Ха-Ко». Дегустаторы, посетившие зону кубанского гостеприимства, убедились в том, что обилие тепла и солнечного света в гармонии с передовыми технологиями позволяют кубанским виноделам производить вино гарантирующее качество. Мы уже здесь, в принципе, конечно, не все попробовали, но кое-что. Очень понравился вот этот «Формул» крымский, обалденный. Очень понравилось. Такое игристое, хороший вкус. Я оценила. И вот вся наша компания тоже оценила. Замечательно. Между прочим, ничем не хуже, чем в Европе, на самом деле. Потому что оно свежее, без консервантов. Поэтому очень хорошо. Тихонечку приходим к культуре. Питье, вина – это тоже здорово. Я, конечно, большой любитель автогона. Но посетить такой праздник, праздник вина, для меня это тоже, конечно, приятно. И как принимаете, вообще молодцы. Вин, конечно, все, что у нас производится, у вас производится, конечно, большое количество. Но дегустируем, пробуем. Так что спасибо, все очень хорошо. Молодцы. Праздник молодого вина удался. В зоне кубанского гостеприимства можно было не только попробовать урожай 2014 года, но и в режиме онлайн наблюдать за гоночной трассой. Более экстремальные гости Олимпийского парка свободное от гонок время проводили в Сочи парке. Специально к «Формуле-1» здесь открыли новые аттракционы. Один из них – катапульта «Жар-птица». Высота башни свободного падения – 65 метров. Второй такой в России нет. Это не передать словами. Это надо пробовать. Рассчитывая на гостей королевских гонок, запустили в Сочи парке гигантский перевернутый бумеранг «Квантовый скачок». Ближайший такой аттракцион только в Шанхае. В Европе ни одного. Расчет организаторов гонок оправдался. Только в день премьеры здесь свои полторы минуты страха испытали 2680 человек. Просто супер. Очень захватывает дух. Поделитесь эмоциями. Какие? Не, эмоции вообще просто их куча. Ну, просто супер. Страшно. Божественно. Да, очень круто. Как известно, Гран-при России «Формула-1» пройдет в Сочи и в следующем году. К этому времени зона кубанского гостеприимства в Олимпийском парке расширится. Галина Моисеева, Ингагабешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.